Улица Артемовская на самом въезде в Донецк. Отремонтированный асфальт, неперегруженное движение и ни одного светофора. Все эти факторы искушают водителей давить на газ и превышать скорость именно на этом участке. Прибор сразу фиксирует лихача. Сбросить такую скорость непросто, но в нескольких метрах от патруля ГАИ машина все-таки останавливается. Здравия желаю, эксперт ГАИ города Донецка, капитан Олейников. Лихачем Иван Чулынин себя не считает. Говорит, превысил на спидометре отметку в 60 км в час из-за спешки. Инспекторы сделали устное предупреждение и отпустили водителя без штрафа. Следующий, кого зафиксировал визирь, как нарушителя, Артем Москвинов. Он вез друга на поезд, опаздывал. Это просто бывает такой фос-мажор. За превышение скорости в черте города штраф от 255 гривен до 340. В этом году уже наказали больше 2000 водителей лихачей. С погодными условиями в связи с хорошими. Думаю, водители начнут еще больше превышать скорости. Поэтому большинство нарядов ДПС выставлены по надзору за дорожным движением именно в части превышения скоростного режима. Это такие улицы, как улица Петровского, 75 лет Шахтера, проспект Ильича. То есть в каждом районе работают наряды ДПС именно по выявлению нарушений скоростного режима. За час работы инспектора выявили четырех нарушителей. По данным ГАИ, каждая вторая авария в Донецке происходит именно из-за высокой скорости. Под колесами автомобилей за этот год погибло 17 человек. Больше двух сотен дончан получили травмы. Ольга Шилкина, Алексей Костюк, Панорама.